Как же отбиваться от раннего блока инженеркой? Как отбить Бункер Раш и Прокси Бараки? Как отбить ранних Циклонов? И если вы задаетесь вопросом, а как отбить пуш с танками? Ну вот так вот как-то, просто окликаете и все в принципе. Всем привет, с вами Тед. Ребята, после прошлого гайда по моему уникальному билду на Протосов против Терана. Если вы все еще не знаете, как играть за Протоса против Чезов Терана, то вы попали по адресу. Потому что мне много кто писал, Тед, да ты ерунду говоришь, Протосы не имба. Я играю твой билд и не могу отбить Чез. Если вы также не знаете, как отбить Чез, сейчас я вам покажу. Мы пройдемся по нескольким реплеям самых популярных Чезов. Все игры сыграны на уровне Мастер Лиги, поэтому, ребята, у вас точно не сильнее, скорее всего, будут эти Чезы. Так, ребята, маленькая деталь, которая поможет вам защищаться от Чезов. Очень важно то, где вы ставите пилоны. Первый пилон должен находиться на дальней стороне от Нексуса. Это поможет вот здесь вот защищаться от всяких забеганий реперов, заезжаний, дропов, ну и прочего, прочего, прочего. Второй же пилон должен ставиться между первой и второй базой. Для чего? Вот как раз таки для того, чтобы защищаться от этих самых Чезов. Итак, мы здесь ставим батарейку, если у нас здесь бункер раш или еще что-то снизу. И таким образом прогоняем реперов и прочую всякую нечисть нашего натурала и ставим там уже экономику, все, развиваемся как надо. Также этот пилон помогает увидеть, есть ли нас бункер рашит здесь. И тут мы как раз попадаем именно в эту ситуацию. В данный момент наш соперник здесь уже строит свой прокси-барак. У него есть настоящий барак. Он спускает КСМ и идет нас серьезно за бункер рашить между баз. Давайте включим таймеру от меня. Мы же знаем, что мы не разведываем. Мы видим, что Зилот спокойно убегает. И вот таким образом, в принципе, спокойно развиваемся. То есть все как обычно. Но заметьте, с ранней кибернеткой у нас рано достаточно строится сталкер. Он у нас бустится. То есть все у нас как надо. У нас, в принципе, идеальный ответ на любое прокси, если бы мы его разведали. И благодаря тому, что у нас здесь пилон, мы сможем увидеть, что у нас сейчас здесь строятся бункеры. В противном случае, на самом деле, здесь никого не должно было быть. Ни пробки, никого. И понимаете, эти бункеры бы достроились. И тогда все было бы плохо. Здесь же я спокойно просто нажимаю F2 зилком обратно. Он бежит прогонять всю эту нечисть. Срываем немножко пробок. Или нет? Нет, я даже ленюсь сорвать пробок. Потому что это протасы зачем? Вы же за интернет платите не для того, чтобы микрить за протаса. За самую легкую расу. Спокойно прибегает зилот. Начинает просто тут бегать, ерундой заниматься. Нажимаем оклик. И пытаемся поражать по ксмкам. Понимаем, что здесь на данный момент у нас из соперников буквально один марик, который там бьет по пилону. Его прогоняем зилком. Начинаем пилить ксмок. Таким образом мы начинаем, в принципе, замедлять этот бункер раш. Но самое главное ставить пилон. Тут такая же логика, как от фотонок. Нам самое важное здесь создать такую как бы область защиты, за которую мы не будем пускать соперника. Это нам помогут сделать, конечно же, батарейки. Здесь мы, собственно, зилка отдаем, потому что, к сожалению, больше мы ничего сделать не можем. Пытаемся убить ксмок, но их у него много. Он будет лечить этих бункера. Ну, у нас же есть батарейки. То есть батарейки это имба. Просто они лечат юнитов. То есть это все вот так вот жестко. Мы можем просто стоять, бить по бункеру. По второму бункеру, чтобы у вас сталкеры не сдохли за секунду, вам придется бегать. То есть если вы просто нажмете на бункер, у вас будет в жизни очень быстро падать. Потому что скорость атаки сталкеров не какущая. И поэтому вот так вот аккуратно иногда подбегая, пытаясь убить ксмку, вы можете поступать. Но с большего лучше стараться бункер бить. Как видите, я здесь вот пытаюсь вот так вот очень красиво, аккуратно отбиться от этого бункера. Приходится бегать туда-сюда. Я ставлю три гита, делаю бусты в юнитов. Естественно, все бусты только в юнитах, потому что нам нужно как можно больше сталкеров. И аккуратно под батарейками отбиваемся. Здесь, конечно же, недоконтроль. Ну, а кто я такой, чтобы контролить? Я всего лишь ютубер, в принципе. Ну, вот как-то так. Он же срывается, пытается убить нашего сталкера. Ну, вы знаете, я понимаю, понимаю, что у меня здесь нечего бояться. То, что, ну, батарейки, батарейки и протас, да. То есть две вещи просто, которые говорят сами за себя. Просто батарейки и протас. И вот, как бы, оказалось, что это он лишнюю силу почувствовал, что выбежал сражаться. Вот. Поэтому под батарейкой стоим спокойно, бьемся, бьемся, бьемся. Вот. Не забываем, что мы можем когда-то включить супер батарейку. Строй гитов, я строю сталкеров. Ну, вот так вот, в общем, затянутая, затянутая оборона. Он все лечит бункеры. Мы все лечим сталкеров. Потому что у нас есть батарейки. Вот. Мы можем не сдохнуть за секунду, а хоть как-то выжить, да. То есть от бункера раша. Вот. Таким образом мы, в конце концов, собираем какую-то крит массу сталкеров. Крит масса это уже, на самом деле, четыре, да. То есть вам, как просто, много юнитов не надо. Четыре сталкера, нажимаете на марика, и он умирает. То есть вот я нажал на одного, бах, он умер. И все, в принципе. То есть все достаточно легко. Вот, он еще две ксмки принес, опять задерживает наш бункер раш. Ну, нам ничего, как бы, это не мешает. То, что мы продолжаем строить сталкеров, делаем блинг. Через блинг, на самом деле, очень легко защищаться от любого такого чеза. Ну, и дальше, собственно, пляски, пляски, пляски. Пляски, пляски, пляски. В конце концов, у нас когда-то будет еще больше сталкеров, и мы сможем убить бункер, да. То есть, пока у вас, вот, сколько у нас тут, девять сталкеров, да. Вот, девять сталкеров, этого уже почти хватает, чтобы убить бункер. Сначала, конечно же, все равно надо ксмку убить, потом отойти немножко полечиться. Ну, и вот девять сталкеров, в принципе, бункер пробивает. Пока у вас нету девяти сталкеров, даже не пытайтесь, конечно же. Потому что, ну, бункер это слишком скиллозависимая такая вещь, которую нельзя убивать раньше, чем у вас девять легких юнитов, да, имбовых. Вот, то есть, у Террен здесь очень много просто, понимаете, как это, своих ресурсоемких задач использует, чтобы вот этот бункер поставить. И, ну, вы против огромного скилла, да, и сложной расы, вы не можете по-другому поступить, кроме как построить девять сталкеров. Вот, иначе, ну, к сожалению, ну, нельзя так играть, да, то есть, если бы вы могли четырьмя легкими сталкерами убить сложный бункер, ну, это было бы нечестно. Вот, естественно, потом мы с Бинком приходим, ну, и как типичный протас, просто, ну, прыгаем, и соперник сдается, потому что он понимает, что если протас пришел, ну, это имба, это уже все, это закончено. Итак, другая слишком модная страта, это раш циклонами, раш циклонами с зацепом, который приходит, цепляются за вас, начинают отъезжать, потому что они быстрее любого юнита протасов, и, в принципе, вас убивают, да. Да, я думаю, все с этим встречались хоть разок на ладере. Вот, как это понять? Обычно можно увидеть вот этот барак улетающий, который будет давать видимость Терану, чтобы он мог за вас цепляться, а вы его, в принципе, еще и не видели. И будет мешать вам микрить, естественно, то, что будете случайно иногда на него прожимать и бить по нему. Вот, а здесь еще Теран, вдобавок к этому, поставил бункер мне в минеральную линию, я же его проигнорил и просто побежал сразу сталкером зилком напрягать Терана. Почему? Потому что я второй пилон забыл здесь поставить, как я вам только что объяснил, и с ним бы я легко отбился, но я еще покажу дальше чуть-чуть, как отбивать от этого бункера. Достаточно просто. Ну и здесь мы просто приходим, понимаем, что это барак с техлабой, зилком я чуть-чуть подерусь, тут что-то буду наносить урон сталкером, здесь разменяюсь с рипером, все окей. И бежим домой, бежим домой, делаем робо. Естественно, я тут даже решил не мешаться дальше с зилком, я понимаю, что скоро выйдет циклон, он спокойно убьет без зилка, а мне понадобится лишний юнит вот этот бункер попилить или еще что-нибудь. Поэтому мы спокойно с сталкерами стоим, ждем, добываем пока что с дальних минеральных дрос, понимаем, что надо бы уже избавляться от этого бункера с одним мариком, но ничего страшного. Заметьте мою ответку. Это 4 гейта, не обязательно 4, можно сделать 3. И робо, обязательно робо, и обязательно первый юнит из робо у нас будет призма. Вот это вот прям обязательно, да, посмотрите, мы убираем этот бункер зилком, спокойно прогоняем марика в принципе, и вот приходит циклон. И вот начинается вот этот прикол, да, зацеп и сразу бить. Как только за нас зацепился циклон, этого юнита надо отводить. Ни в коем случае не бегите за циклоном, не пытайтесь с ним драться. У него перезарядка локона, смотрите, 4 секунды, да, то есть каждые 4 секунды он за вас может цепляться и убивать ваших юнитов вообще в считанные секунды. То есть в считанные секунды он убивает ваших юнитов. У вашего сталкера 160 жизней суммарно, то есть если это целый сталкер, у него 160 жизней. Он наносит 400 урона за 14 секунд. То есть за секунд 5 он убивает в принципе вашего сталкера и потом у него вот эта штука уже прокулдаунивается, он переключается на следующего. Мы делаем призму и сейчас покажу для чего. Вот, то есть к нам прилетает барак, по нему даже тоже не пытайтесь бить. То есть вы не можете убить штуку, которая 1000 жизней летает над вами. Тут, к сожалению, придется жить. Как вы видите, микро у нас такое, да. Теран приходит и отходит, потому что у него циклон просто, ну, навелся и бьет, да. Вот, это сложная скиллозависимая раса, вот, поэтому очень тяжело это будет ему делать. Вам же намного проще, да. Вам нужно понять всего лишь в какого юнита прицел есть вот этот лазерный прицел, когда, то есть вот лазерка ударила взялка и вам надо моментально, как только лазерка попала на этого юнита, моментально, да. Вот, но это не так тяжело, потому что вы за самую легкую расу играете, в принципе. Вот только навелась она на зилка, сразу же зилка отдельно уводите, а всех остальных юнитов оставляете дальше бежать за циклоном. Иначе он побежит за зилком и, естественно, его добьет буквально через три патрона. Вы видите, каждый патрон просто вот сносит, да. То есть если бы я чуть-чуть позже бы отвел зилка, то мы не смогли бы даже пробить этот циклон. Вот, и призму, естественно, бустим, бустим максимально. Вот тут я буст не поражал и это чревато тем, что мы потеряем какого-то юнита. Вот, в целом он приходит, мы с одним циклоном даже драться не будем. Мы понимаем, да, что Терран весь свой АПМ сейчас вкладывает в этого циклона. Ну и за самую легкую расу мы не можем никак с ним сражаться, да. То есть поэтому немножко ждем, копимся. И вот сталкеров 6 достаточно. Сталкеров 6 достаточно, 5-6. То есть идем нападать, самое главное, самое главное, призму никогда вот так вот вперед не ведем, да. Обязательно должны быть юниты скинуты с призмы, иначе Терран может ее убить. Вот, и смотрите микроконтроль, да, какой нам. То есть Терран будет продолжать, в принципе, делать вот эту вот, ну, операцию. Он будет подходить и отходить от вас, да. Потому что циклоны сами по себе ездят и стреляют, и они быстрее вас. Вот, поэтому микроконтроль такой. Вы просто нажимаете на циклона, и как только на вас наводятся, как только на вас наводятся лазеры, моментально этих юнитов вы должны брать в призму. Таким образом вы сбиваете вот эту вот вещь. И самое главное продолжать давить. Продолжать давить, никогда его не отпускать, либо как минимум занимать хорошие позиции. То есть вот здесь. Хорошей позиции этот назвать сложно, потому что над вами постоянно летает барак, и все равно вас подсвечивает. То есть Террану все равно, сверху он или снизу находится. Ну, то есть горочка ему, в принципе, не помеха. Поэтому проще вот так вот обогнать и начать давить барак. Из четырех гейтов мы идем его душить. Дальше просто идем душить. Если вы вот так вот хорошо ответили, не потеряли первых юнитов, вы можете идти в атаку. Параллельно с этим, естественно, достраиваем рабочих. То есть дальше мы потом идем, поднимаемся наверх. Ну и здесь, в принципе, оставалось мне только одно, да. Это просто нажать оклик, и призмой аккуратно вот здесь вот стоять и подбирать каждого сталкера, в которого наводится циклон, моментально их скидывать из призмы, и все окей. Но призма подлетела чуть-чуть ближе. Сколько? Вот четыре патронов, пять, шесть, ну вот семь патронов, и как бы за две секунды призма сдохла. Но это ничего страшного, да. То есть здесь нам придется разменяться, в принципе, немножко. Побегать, пофокусить циклонов. Вот. То есть пытаемся, пытаемся хоть как-то с ним сражаться, разменяться, убить КСМ. И главное в этот момент не забывать, что у нас вторая база есть, у нас экономика лучше. И просто продолжать по той же схеме, да. То есть тут я еще и Мортала построил. Ну, я продолжаю делать сталкеров, продолжаю делать призму. Продолжаю вот так вот поднимать их, когда на них наводится лазерка. И вот уже много-много сталкеров. Опять же, у нас идут. Вот. И посмотрите, просто вот так вот. Иду, жму кнопочку, да, и все. Просто иду, жму кнопочку, и у нас все, в принципе, получается достаточно успешно. Сейчас у нас будет скоро последняя битва уже с Имморталом. С Имморталом намного проще, конечно, это все дело разбивать, потому что циклоны, они механические, бронированные. Вот. Здесь у нас еще танк появился. Ну, танк это не панацея. То есть у нас есть обседр, мы его видим. Спокойно его убиваем. Начинаем поднимать наших сталкеров призму, чтобы их перестали бить циклоны. Поднимаемся еще чуть-чуть. Главное не дать, конечно же, с танком разложиться. И вот так вот спокойно все убив, памик риф призмой, мы в конце концов сможем, сможем добить этого террано. Потому что вот такие вот циклоны у нас слабые на самом деле. Вот. Главное, опять же, не забывать, не забывать. Посмотрите, только наводка, сразу же ее сбиваем. Еще одна наводка, опять сбиваем. И нам пишут, что мы вредные, вредные протос, потому что мы не даем навестись. Но он все-таки навелся и убил за три патрона сталкера. Вот так вот работают циклоны. Но мы победили. Итак, бункер в минералах. Вот он, бункер, достраивается. Зил это у нас спокойно бежит. То есть он ксм-кой смог прошмыгнуть, конечно же, поставить незаметно этот бункер. И сейчас будет прятаться там своим рипером. В чем косяк этого билда? В том, что бункер в минералах ставится, а здесь бункер позже. И рипера здесь нету. Хотя второго он строит. Вот. Естественно, зилат приходит и начинает кошмарить террано. Он думает, что он нас тоже кошмарит. Но мы просто-напросто ставим сюда батареечку. Пока что добываем с дальних минералов. Аккуратненько. И как только батарейка станет, спокойно двумя сталкерами под батарейкой начинаем выгонять этого рипера уже. То есть здесь ему будет очень тяжело. Если у вас нет вот этого зилка, который мешает терру здесь развиваться, тогда здесь он сможет постоянно вот этой ксм-кой залазить в бункер, вылазить из бункера, лечить его, подмикривать. То есть он сможет вас жестко кошмарить. Но тут вы кошмарите его и, собственно, спокойно отбиваете вот этот бункер. То есть именно для этого нам нужен второй пилон здесь в уголке. Дальше, если вы с такими противными ребятами не хотите дальше продолжать игру, вы можете поставить Twilight Forge, сделать в них плюс один на броню и чарж. Построить парочку имморталов, построить восемь гейтов и просто не выходя в третью базу с Templar архивами идти вперед. И просто берете вот такой вот армии с архонами и в районе седьмой минуты приходите и разваливаете его. Ну, он сам пошел, естественно, в атаку на нас. Это самое глупое, что можно делать. Идти в All-In против того, кто All-In-ит тебя. Да еще и на протасах. Вот, поэтому, конечно, он приходит с танками. Если вы задаетесь вопросом, а как отбить пуш с танками? Ну, вот так вот как-то просто окликаете и все, в принципе. Пуша с танками как бы и не бывало. GG, как говорится. Если вы спустились и видите инженерку. То есть вам мешает постравить Nexus. В принципе, у вас дальше все без проблем. Просто-напросто занимайте второй газ сразу же. Строите силка. То есть все как обычно. Но второй газ, второй газ, не забывайте. То, что у вас денежки будут копиться, вам не помешает второй газ. Зилот спокойно отбивает инженерку. Тем временем мы ставим прокси пилон нашей пробочкой. Спокойно здесь крушим эту инженерку. Обязательно насыщаем газы максимально быстро. И ставим Stargate на второй минуте. На второй минуте мы ставим прокси Stargate. Таким образом мы отбиваем эту инженерку Зилком. И, в принципе, готовы ставить второй Nexus. То есть, в принципе, готовы. Но минерала-то все равно еще пока нет. Поэтому мы заказываем Сталкера. И готовимся к тому, чтобы заказать грелку. Сразу же заказываем грелку. Вайдрея нашего. Идем ставить второй Nexus потихоньку. Но это не важно. Главное, что у нас есть Сталкер Зилот. И мы идем просто давить, давить Терана. И вот когда у нас все это есть, на третьей минуте ставим спокойно второй Nexus. Дальше мы просто с Зилот и Сталкер приходим к натуралу Терана. Проверяем, что у него тут есть. Готов он тут защищаться или нет. Начинаем его прогонять. Но блок инженеркой, конечно же, очень критично сказывается, так сказать, на ощущениях Терана. На том, что он может делать. У него все тайминги тоже сбиваются. Поэтому именно таким образом мы спокойно, если он выходит во вторую базу, его приходим здесь, поддавливаем. Приходит грелка. Начинает давить ему уже здесь стенку. Ну и, конечно же, мы всей своей армией тоже идем давить стенку. У нас здесь Зилот, чтобы пробивать соплаи. И ваша цель здесь просто убить все, что плохо стоит и все, что имеет где-то 400 жизней плюс-минус. То есть это реактор, это сапплай, второй сапплай. Вот это все вы пытаетесь убить. Заказывайте вторую грелку, как есть минералы. В принципе, я здесь только в сапплай-блоке сам попал. Вот. И все. В принципе, убив вот это, вы можете продолжать нормальную игру. Потому что посмотрите, во что мы ее перевели, да. Терана 25 рабочих. У него сапплай-блок на 2 сапплая. То есть ему нужно сейчас 2 сапплая ставить, чтобы вернуться из сапплай-блока. А у нас Нексус достроился и стоит. То есть дальше вы можете играть во что угодно. Я здесь ставлю Твайлайт конкретно в этой игре. Продолжаю тут грелкой летать. В принципе, прилетает Циклон. Мы с ним тут полетали немножко. Он нас убил. Прилетели второй грелкой. Убили еще пару мариков. Наверное, Циклон сейчас убьем. Да, убили Циклон. Немножко помешали, в принципе, рабочим. То есть мы тут ходим-мешаем. Ходим-мешаем. Тем временем у нас робот Валайт форжа. И я решаю с плюс 1 и адептами, в принципе, скорее всего, идти и добивать этого Терана. Спокойно ставим Пилон и Прокси Гейт. Теран же идет на нас в атаку. Ну, эта атака, конечно же, супер слабая. Ничего он сделать ей это и так и не сможет. Потому что у нас здесь грелки и адепты. Грелки и адепты достаточно сильные. All-in, чтобы добивать Теранов. Особенно, когда у них до этого была сбитая экономика. Посмотрите, что у нас получилось. Седьмая минута. 85 лимита Протаса против 49 лимитов Терана. Потому что Теран решил поблочить инженеркой. А у нас вот такое вот классное открытие. И мы приходим просто-напросто и спепеляем его. Джи-джи. Что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайк. А обязательно подпишитесь. Подпишитесь, колокольчик, все вот эти ютуберские штуки. А с вами был Тед. Пока.